Музыка Гражданская авиация Для нашего региона это не то, о чем можно сказать, хорошо бы, чтобы было. В нашем крае немало мест, где живут и работают люди, и куда только самолетом можно долететь. С другой стороны, во времена экономики социализма гражданской авиации было гораздо больше, но ее все время не хватало. Сейчас мы крайне редко сталкиваемся с очередями желающих куда-то улететь или бунтующие в здании аэропорта толпы пассажиров. Может это говорит о том, что с гражданской авиацией все хорошо? 9 февраля день гражданской авиации России. Для нашей программы он стал поводом собрать экспертов и поговорить о будущем гражданской авиации региона. Первый вопрос к экспертам. Как сегодня обеспечен авиационными транспортными перевозками регион? Именно на ваш взгляд? По сравнению с 90-ми годами, когда прошел такой значительный обвал и в перевозках, и в грузовых, и в пассажирских перевозках, сейчас ситуация выправилась. У нас действуют федеральные целевые программы по развитию инфраструктуры аэропортовой. И вот по этим целевым программам построен аэропорт в Богородском, в Чумикане полоса построена. И построена полоса в Николаевске-на-Амуре, который в декабре 2013 года. Выполнен был на нее технический рейс, пока она полностью в эксплуатацию не введена. Там определенные процедуры есть еще. То есть развитие в этом плане идет. Мне приходят на ум слова Белинского, который говорил о том, что давайте-ка вспомним прошлое, чтобы посмотреть на настоящее и намекнуть на то, каким должно быть будущее. Самое главное в нашей программе, чтобы мы все-таки намекнули, каким должно быть будущее. То я бы сказал, что что касается региональной авиации, то прошлое не было хуже, чем настоящее. Конституционное право народа на передвижение всеми видами транспорта, так и воздушным транспортом, именно с опоры на Далявию регион был лучше обеспечен, на мой взгляд. Далявия обеспечивал бесперебойно комсомоль с полетами А-24 даже. Даже себе в убыток, прикрывая или покрывая это рейсами международными, рейсами дальними. И с протянутой рукой не стоял. Как сегодня хабаровские линии. Они несут большие издержки, им трудно, но ведь фактически они живут на наши налоги, на нашей дотации. Но у кого-то есть потребность именно в том, чтобы быстро это долететь? Я думаю, что потребность есть. Я вижу движение народа. Я работаю уже 4 года не в гражданской авиации, а в авиационной промышленности. Оставленный генеральным конструктором Погасянам здесь, на ангарном комплексе, старшим. По реконструкции его под самолет Супер-Жет-100, я вижу большие командировочные бригады, которые мне приходится иногда провожать. Которые летят с Ульяновска или из Новосибирска на помощь комсомольчанам. Значит, на прорыв вахтовым методом. Ввиду того, что там специалистов недостаточно своих. Значит, я лично, не задаваясь целью какого-то глубокого анализа, вижу большой спрос сегодня на комсомольской линии. То есть, на самом деле, если бы был хоть какой-то намек на стыковочный рейс Хабаровск-Комсомольск, то все эти, кто пролетает из Москвы, сразу бы улетали, не выходя из аэропорта. Совершенно верно. А вот здесь как раз, наверное, настал момент, когда надо нам уже переходить к обсуждению, как построить все-таки авиацию, соответствующую спросу. Вот вы уже точно сказали, что спрос-то не удовлетворен. Олег Борисович, вот ваше мнение. Ну, дело в том, что в декабре минувшего года в Хабаровске произошло такое знаковое событие. Это совещание замгубернаторов Дальнего Востока и Забайкалья. Ну, это же планировалось в Якутске, но в силу определенных причин. Я, собственно, и рад, что в Хабаровске, как столица Невосточного города. И вопрос стоял как раз и об обучении специалистов авиационных, и о новой технике, и обеспечении региональных перевозок. Совещание шло очень долго, я считаю, что очень полезно. Приняты были документы, адресованные правительством Минтранс. Спрос, он есть, но он и будет. Потому что для, я не хочу сказать, для деловых людей, это, естественно, время, деньги, это не, на самом деле это так. Ну, и для, будем говорить, простых людей, перемещения все же как бы не было, авиация безопаснее. Что бы мы ни говорили, авиационный транспорт наиболее безопасный во всем мире, и в России, в том числе. Как бы там что-то ни говорили, в России, да. Да, и поэтому я считаю, что и потребной связи будет только обеспечение региональных перевозок, имеется в виду, внутрикоревых, внутриобластных, междуобластных. Небольшие расстояния все же необходимо развитие именно такого направления. Павел Борисович, вот скажите, к вашему мнению, все-таки с чего нужно начинать сам процесс планирования развития региональных перевозок? Не, ну, я думаю, это все-таки комплексная проблема. Во-первых, ну, если вернуться так, немножко Александр Павлович прокомментировал то, что вот Хабаровские авиалинии, дорогие билеты, они, сдержки, они, да. Но если мы вернемся к тому, что Хабаровские авиалинии, это не только Николаевск на Амуре аэропорт, это еще содержит аэропорт. Еще и Охотск, еще и Богородск, еще и Совгавань. Это с учетом того, что регулярность полетов в эти аэропорты маленькая, а содержать аэропорт независимый хоть один полет в месяц будет, содержать его нужно в соответствии с действующими регламентами, с действующими документами, это затратная часть. Так вот, это уже, как вы говорите, это планирование уже идет. Создание федерального казенного предприятия аэропорты при Амуре уже, в принципе, программа есть, постановление правительства ждут подписателей для того, чтобы уже начать действовать по этому вопросу, куда войдут как раз вот аэропорты Хабаровского края, севера. Смысл в чем? Снимется финансовая нагрузка на предприятия, те же Хабаровские авиалинии для содержания, естественно, уменьшится составляющая в цене билета. Вот в этом плане. А как оно уменьшится? То есть, казенное предприятие, оно же тоже будет брать с авиакомпании Хабаровской авиалинии и других авиакомпаний деньги? Это другой вопрос. Там тарифы будут регулироваться государством. Для чего это берется? Вот уже созданы федеральные казенные предприятия аэропорты Чукотки, федеральные казенные предприятия аэропорты Севера в Якутии. Это работает. То есть, это содержит уже, получается, содержит аэропорты, будет не Хабаровский край из бюджета Хабаровского, а будет все-таки из федерального бюджета. И правительство идёт на это для того, чтобы поддерживать именно региональные перевозки. Но не может быть он доходным на это предприятие, маленький аэропорт, куда выполняется один рейс в неделю. Он не может приносить доход, он должен датироваться государству. Я недавно любопытные данные нашёл. У нас, оказывается, аэропортов почти в 10 раз меньше, чем в Соединённых Штатах. То есть, имеется в виду у нас полторы тысячи сейчас в общей сложности, а у них 15 тысяч. Ну и дорог меньше у нас. Хотя, в противовес, не надо рассматривать, что развивать воздушный транспорт, наземный транспорт, железнодорожный или, может быть, речной. У нас все компоненты должны присутствовать на Дальнем Востоке, чтобы уже сам потребитель мог выбирать, что ему удобнее, что ему выгоднее. Александр Павлович, Вы, как один из самых опытных специалистов в Хабаровском крае, в целом комплексно-авиационных специалистов, специалистов, так сказать, кто мог бы видеть всю систему развития авиации. Вы, как бы сейчас начали, вот с чего и в какой последовательности развивать систему гражданской авиации, систему авиационных перевозок в крае? Моя позиция такова и мнение, что столица Дальнего Востока, Хабаровск, центр Дальневосточный как таковой, хотя я не знаю, кто пришло ему статус столицы, но мы называем себя с городом столицей. Ну, хотя бы географически, можно сказать, мы в центре всё-таки. Совершенно верно. Это особо важно, то, что Вы сказали в географическом плане. Здесь сам Бог велел иметь мощную авиакомпанию. Значит, причём, я не знаю в Соединённых Штатах аэропорта, где новых бывал, где в международном аэропорту нет базовой компании. И здесь базовая компания. В чём её преимущество большое, базовой компании? Она в любое время может подхватить рейс, остановившийся. Значит, другая. Здесь затронули экономику. Ведь многочисленные компании, которые сегодня и есть, они несут каждые огромные расходы. Вот не буду вторгаться в приоритет других, так сказать, направлений деятельности гражданской авиации. Возьму свою, инженерную, техническую, которая в общих расходах составляет где-то 25% стоимости билета. Так. Значит, в былые времена, вот я Вам покажу такую табличку, что это такое. Это центр мой инженерный, Хабаровский, Далявя. А вот это предприятия Дальнего Востока, которые пользовались услугами техническими у нас и не организовывали у себя нерентабельно производство небольших количеств тех или иных работ по обслуживанию тех или иных элементов самолётных. А доставляли сюда и получили обратно исправно. Здесь предприятие от железной дороги до самолёта командующего, который базировался вот здесь на аэродроме ТУ-154, и проходил профилактику обслуживания топлёта для замены двигателей на нашей базе. Здесь и компания Амур, здесь и Хабаровские авиалинии, здесь и пограничники с самолётами Сахалинские, здесь и самолёты МВД с большой аэродрома, которые сегодня летают в Москву на техническом обслуживании и несут огромные расходы. То есть, точно так же могли бы большинство частных авиакомпаний могли бы точно так же использовать, так сказать, единый центр. Совершенно верно. Но я беру дальше, надо создавать, если уж двигаться, то не по мелочам, я опять возвращаюсь. Не может быть международный аэропорт Хабаровск, находящийся на пересечении путей международных, не иметь базовой авиационной компании. На самом деле, ведь можно создать и частную авиакомпанию, то есть частную имеется в виду, они в принципе сегодня все частные. Та же «Аврора», она, ну, её назвать государственной тоже не приходится назвать государственной. Не приходится. Значит, ну, в принципе, любой участник сегодня может зайти сюда, организовать здесь компанию базовую. Почему этого не происходит? А может, если были установлены конкретные или ясные правила, будем так говорить, игры на рынке воздушных перевозок, возможно, ни один бизнесмен, группа нашли и создали. Но, опять же, надо, потому что вытекает одно из другого. Понятные правила игры, правила ведения бизнеса, налоги, всё остальное предлагают. Ну, естественно, техника, это разработки, это солидные затраты. Кадры из чего готовить? Вот сейчас пример простой, да? По федерально-целевой программе на Курилах строится Менделеево, Южно-Курильский аэродром. Сейчас становится вопрос о вводе, когда в эксплуатацию, кто там будет работать? Метеоспециалисты. Построить, да некому будет работать. Метеоспециалисты. Служба движения. Была договоренность с местными властями на одном из совещаний, что выделят 15 квартир для специалистов, которые приедут. Сейчас вопрос уже не идёт о 15 квартирах, сейчас вопрос идёт о 5 квартирах. Как обслуживать воздушное движение? Вы знаете, что это определённая сменность, определённый ритм. То есть определённое количество должно быть минимум людей, которые могут обслуживать это дело. И вот тут мы упираемся, опять же, в вопрос подготовки кадров. Если, скажем, у нас по светосигнальному оборудованию, обыкновенный техник, не инженер техника, который обслуживает эти светосистемы, одно только училище в России готовит, если мне память не изменяет, в Калуге, по-моему, на западе. Ну, какой человек по этой скалуге обслуживает светосистему в Чумикам? Да? Мне хотелось бы чуть позднее всё-таки перейти на кадры, что и кто должен сделать, чтобы прийти к этому шагу, который в начале создания системы стоит. Это шаг, организация базовой кампании в географическом центре Дальнего Востока. Кто должен простимулировать это? Я отвечу. Значит, должно сделать государство. Это должны те инвестиции, о которых говорят на Дальний Восток, огромные средства на нас движутся. Вчера премьер-министр рассказывал нам по телевидению о Саугане, опять инвестиции, морской плот, флот и прочее. Это хорошо и, наверное, нужно вывозить нефть в лес дальше. Так, нужны дороги, нужны порталы, нужно всё для этого. Так вот, это государство должно вложить эти средства в организацию этой кампании. Вот из того огромного инвестиционного, назовем его по-народному, куша, надо выделить сейчас. И в совокупности с, возможно, с закрытым акционерным обществом Сухой, которым надо продвигать самолёт свой на рынок. Значит, внедрять массовое производство, которое успешно летает в Якутске, а в Аэрофлоте не летает, там плачутся всё. А был бы этот самолёт в моей инженерной службе, я уверен, в Хабаровском объединённом отряде, бывшем, или Даляве, он бы летал. Потому что самолёт, нужно воздушное судно нянчить, как ребёнка, а не так, этот плохой, этот хороший. Ну, конечно, сразу можно назвать плохим и не заниматься им. Совершенно верно. Они бывают изначально плохих. Посмотрите, как атаковывали мой любимый самолёт, хотя у меня все любимые, но последний любимый Ту-214. Как неисправность и каналы телевидения здесь, и по телевидению. А когда садится Боинг, трижды взлетает и сливает топливо в районе кривой протоки массу, тишина. Ну, я перешёл уже немножко в другую сторону вопроса. Самого главного острова, а кто заплатит, кто вложит деньги? Государство должно вложить. Оно взялось, я бы это объявил президент, о приоритете в развитии Дальнего Востока. Так давайте на примере покажем. То есть вы предлагаете такое сразу комплексно связать и развитие авиации Дальнего Востока, и развитие строительства сухих? Совершенно верно. Сухого Суперджета. Совершенно верно. То есть, что здесь такую базовую компанию, так сказать, для их эксплуатации. И использовать эту техническую базу, я уверен, я не президент сухого, но я уверен, что продвигая самолёт, Тастана пойдёт навстречу этому вопросу. Давайте всё-таки попробуем сейчас поговорить о кадрах. Что у нас сегодня, как всё-таки подкрепить всё это кадрами, как этих специалистов готовить, не знаю, как их сегодня собрать, может быть, потому что часть из них просто ушли. Олег Борисович. Я запомнил, прошло уже несколько лет, он с горького смешки говорил, вот когда будут самолёты, мы готовы с вами сотрудничать. Но дело в том, что мы не успокоились при поддержке, будем говорить, бывшего губернатора Виктора Ивановича, Ишаева, нашего начальника управления бывшего, будника Анатолия Михайловича и Пекарша. Мы продолжили эту работу самостоятельно. Мы были готовы на базе подготовить наших преподавателей. Естественно, это вообще удобно и близко. В своё время Виктор Иванович рассматривал и в правительстве будировал поставить тренажёр «Суперчат» в Хабаровске. Александр Павлович не даст мне собрать эту тему. Ну, по крайней мере, Дальний Восток остался, очевидно, только пока в декларациях. Но я надеюсь, что всё же программа будет доведена. К счастью, наш президент берётся и, в общем-то, доводит всё в ручном режиме, ну, до логического конца. Я думаю, что и наш учебный центр будет заниматься суперчатом, честно говоря. Но я пока работаю, для меня это и дело чести, с одной стороны, заняться этим, потому что, ну, будем говорить, и я не последний человек был, чтобы в этом заинтересован. Но, возвращаясь к вашему вопросу, ну, Дальний Восточный Центр, в общем-то, является старейшим учебным заведением дополнительного образования. Мы работаем не только в федеральном округе, а в России. В этом году, если мы доживём, исполнится им 80 лет. Готовим мы на все типы российских воздушных судов, кроме Ан-124, Руслан, ну, пожалуйста, его нету здесь. Ну, и на ряд зарубежной техники. Работаем почти по четырёх программам различным, в разных направлениях. На сегодняшний день сотрудничаем порядка с 83, с более точным, авиакомпании, предприятия различных форм собственности и различных структур. Это МВД, ФСБ и Министерство обороны. То есть, на сегодняшний момент, мы можем сказать, что для подготовки лётного состава... Инженерно-технического и наземного по всем направлениям. То есть, база есть. И эта база может последовательно справляться с, так скажем, если авиация будет развиваться? Дело в том, что база может развиваться. Ну, я не знаю, это, очевидно, не для камеры. Дело в том, что уже три года нас пытаются ликвидировать. Есть у нас активисты, к сожалению, их мало и на Дальнем Востоке. Мы ликвидируем все учебные центры, в том числе и государственные нас. А почему? Ну, кому-то, очевидно, нужны знания, сооружения, на красной линии находятся. Кому-то что-то другое нужно. На сегодняшний день, если так посмотреть, то мы на перепутье. Действует программа приватизации. Нас походят приватизировать. Но, правда, еще не отменен указ президента, еще Ельцина, 22-34, где учебные центры не попадают под приватизацию. Но, тем не менее, наше Минимущество уже пытается нас, Иркутский центр и Самарский, уже приватизировать, готовить документы. Второй есть момент. Принята федеральная целевая программа с 2014 по 2016 год расширения Дальневосточного центра путем реорганизации и по поиску и спасению. Наш центр входит в состав четырех центров, которые рассматриваются в России как базовые для авиационно-космического поиска. Это второе. Приватизировать. Федеральная целевая программа есть, которая подписана. До 1 ноября 2013 года надо было представить задание на проектно-смертную документацию по расширению нашему. Что было сделано. Интересно, Павел Борисович. А вот почему вообще центр, который может действительно готовить специалистов, ну такой не просто высокой квалификации, а специалисты высокой квалификации и эта квалификация связана с обеспечением безопасности людей. Почему нужно как-то его менять? Он не жизнеспособен или он дорого структур. Чтобы вы правильно понимали, это не наше решение. Ну я понимаю, да, но я просто... Это во-первых. Но я тогда вопросом на вопрос попытаюсь ответить. Вот сейчас в связи с последними событиями авиации в Думу внесён законопроект об ограничении возраста, скажем, воздушных судов, которые используются для коммерческих перевозок пассажиров, ограничить 15 годами. Понимаете, если этот закон принимается, у нас 100% самолётного парка, который эксплуатируется на Дальнем Востоке, нашего отечественного, он станет. Потому что они все старше. Заменить его, те же заводы, которые, ну представьте, выпустить... Ну, Александр Павлович сказал, что самолёт, в принципе, не старый. 15 лет это вообще ещё не старый самолёт. Если примут такое решение, что... Это лоббирование. Да. Что 15 годами ограничить. У нас практически от 40 лет. Ну, она в допустимом ресурсе. То есть всё в допустимом ресурсе. Но если такую примут, то, естественно, станет. Замена этому воздушному парку, альтернативы нет, скажем, наша промышленность на настоящее время. Ни по типам, ни по возможностям своим, ну, не сможет она выпустить на замену, тем более в такие короткие сроки. Естественно, вернёмся к импортным воздушным судам, где... Так тогда, даже вот если вот эта ситуация возникает, нужно срочно будет ещё и переучивать людей на какие-то новые типы. У нас учебный центр опять исчезает. Да, но я не досказал. Следующий момент. В начале года минувшего было принято решение создать авиационно-методический центр. Ну, это вообще нонсенс изобретённо. Это есть такой координационный совет при министре. Ну, это общественная организация, но почему-то, ну, некоторые считают, что это в первой инстанции, порой. Открываем закон об образовании, статья 19. Методический центр – это добровольная общественная организация. На сегодняшний день вот четыре момента, которые мы должны выполнять. Тем не менее, мы всё равно работаем на благо и дальневосточной авиации, и не только. У нас не только дальневосточники учат, они с нашего федерального округа. Они приезжают из других регионов, потому что центр, я не хочу хвалить, настолько уникальный, что имеет допуски те, которые не имеют другие учебные заведения подобного плана в России. Как раз вот механики те, о которых, думаю, Александр Павлович хотел сказать, мы имеем единственный в России, возродили допуск подготовки механиков. Вот чтобы как раз задействовать молодых людей и поняли невкус авиации, так вот надо начинать готовить рабочих, механиков. Это мысли, правильно, нужно сейчас просто молодым людям. Они не знают, что набирают. Есть программы целевого набора для обучения лётным специальностям. Инженерным даже. Инженерным. Это человек, который при поступлении в учебное заведение, он заключает договор с авиакомпанией, и по окончанию он поступает и работает. Уже у него есть работа. И не он платит из своего кармана. Это бюджетная программа идёт. Просто, может быть, народ не знает. Ещё вопрос тут воспитания зависит. Всё-таки авиация, это работа в авиации на любых должностях, на любых ступенях, это большая ответственность. Человек не должен работать из-под палки, если только что его проконтролируют и накажут. Он должен сам, что я должен это сделать правильно. Пусть потом меня проконтролируют. А контролирующий должен проконтролировать, а не просто расписаться, потому что ладно, я смотрел. Вот Александр Павлович, наверное, поддержит, что профессионально нужно относиться на всех ступенях. Тогда не будет пьяных лётчиков. Тогда не будет... В авиации все это действовало правило. Любое отрицательное событие, любая предпосылка, как говорили, к авиационному происшествию, это цепь таких вот событий, цепь каких-то недоделок с чьей-то стороны. Афоризм в авиации нет мелочей. Это законом стал. Но я бы... Можно вклиниться немножко в эту тему, именно подготовки кадров? Здесь вот в беседе вы обменялись в основном направлением не подготовки, а переподготовки, чем занимаются учебные центры. А речь-то надо вести более широко и более масштабно. К примеру, Политехнический институт, ТОГУ наш. Значит, они серьёзно готовятся к открытию кафедры по эксплуатации и строительству ракетных двигателей в связи со строительством космодрома «Свободном». Так, а неужели получили такую установку? Сейчас самое время проявить инициативу в организации на базе университета технического авиационной кафедры по подготовке инженеров, прежде всего. И тем самым решить ту задачу, которая завтра возникнет критическая. Я же знаю людей, которые и в Аброре, и в Владивосток-Аве, и в Хабаровских Виолине. Это люди уже отходящие. И отходящие по здоровью, и отходящие по возрасту. Да и некоторые по уровню подготовки для будущей техники не годятся. И об этом надо подумать сегодня. Возможно ли создать в нашем крае эффективную систему обеспечения жителей авиационными перевозками за приемлемые деньги? Вопрос этот, безусловно, риторический. Создан же в Хабаровске лучший в стране, не уступающий лучшим мировым аналогам, Центр по управлению воздушным движением в пространстве Дальнего Востока. Нужно лишь поручить такую работу ответственным профессионалам, любящим свой край и болеющим за его благополучие. А таковых в авиационной отрасли Хабаровского края всегда было в достатке. К слову сказать, в середине 80-х годов Хабаровское авиапредприятие было третьим по объему перевозок в Советском Союзе. С вами была программа «Форсайт Проект». Увидимся через неделю.